Лабвакар, Латвия То не вран летит в синем небушке То не конь бежит в чистом полюшке То идолище поганое Балалайки в поезде забыла Да, Толик, честно говоря, не так я себе представлял свое феерическое появление на Юрмальском фестивале Ну да ладно, не будем грустить, а говорится, где наша команда только не пропадала Сейчас к нам приедет Рижское телевидение снимать про нас сюжет Поэтому что? Юмор, веселье, смех и идолище спрятать Нам нужно показать, что мы не самая тупая команда на фестивале Хотя сюжет будет называться «Самая тупая команда на фестивале» Делаем что-нибудь, готовимся, давайте уже Добрый вечер, уважаемые телезрители Сегодня мы в гостях у команды КВН Прима Несколько вопросов к капитану Здравствуйте Добрый вечер Ну для начала скажите, как вам у нас в Юрмале? Кстати, отлично, отлично Ну это, пожалуй, единственное место, где на пляже запросто можно встретить Роналдо Вы что, встретили Роналдо? Ну да, вчера на пляже с семьей, с детьми, как положено Настоящего? Конечно, настоящего Ну если у него на футболке вот здесь было написано «Роналдо» Не, а главное, тоже поначалу засомневался Но он был с Зиданом У которого на футболке было написано «Зидан» Нет Он меня просто сразу головой в грудь ударил и все Так что есть к ним еще вопросы, нет? Нет Идите поешьте Ну у каждой команды есть своя изюминка А у вас? А у нас Толик Понимаете, так получилось Он, кстати говоря, недавно вернулся к нам из отпуска Как видите, посвежал, отдохнул Или, как он сам выразился, прокапался В специальных фестивалях Толик подготовил свой фирменный номер Что-то на Джексона не очень похоже А понимаете, это, собственно говоря, не Джексон Это гениальная находка Толика Так называемый «Обратный Джексон» Давайте еще раз посмотрим Если что, я в игровых автоматах Мы помним, старичок, давай А какие задачи вы перед собой ставите? Ну, в смысле, какого Кивина хотите увезти? А понимаете, мы не хотим с собой увезти никакого Кивина Ну, дело в том, что мы команда из Соловиного края Так сказать, из края поющих птиц И если мы в Курск привезем еще одну поющую птицу Никто нам спасибо не скажет А вот если мы привезем с собой деньги Вы что, приехали сюда подзаработать? Ну да, все знают, что мы неплохо рисуем Поэтому мы открыли на пляже тату-салон А мне сделайте татуировку? Давайте, давайте что-нибудь подберем вам из моего каталога Иди сюда Начнем, пожалуй, с самой популярной татуировки Солнце и Север По-вашему, это самая популярная татуировка в Юрмале? Нет, это самая популярная татуировка, скорее, на менее комфортабельных курортах Нет, мне это не нравится, давайте еще что-нибудь Ну вот есть лысый Нет, ну мне это явно не подходит Я ж волосатый Ну север так север, давайте плечом Ну раздите При чем здесь север? А вдруг я к вам из Москвы приехал? Что же молчали, что вы из Москвы? Я бы вам выколол вот Что это? Как что? Север Москвы Кстати говоря, Биберева вообще отлично получается у меня в шаге Понимаете, мне нужна татуировка со смыслом Они все со смыслом Допустим, лысый означает беспринципность и плешь Я не хочу плешь Я хочу, ну не знаю, например, храбрость А храбрость, да? Ну тогда это вот, ежик То есть по-вашему ежик означает храбрость, да? Поверьте, мне нужно быть очень храбрым человеком, чтобы пройтись по пляжу с татуировкой ежик Скажите, у вас есть какие-нибудь другие трафареты? Ну вот есть у меня армейская серия, пожалуйста Вот, ВДВ, ВМФ, ВВС, вы где служили? Я не служил А вы вообще без трафаретов умеете работать? Ну конечно Что-нибудь эксклюзивное можно мне, да? Вы женаты? Да Как зовут жену? Катя Давайте выколем вам вот так Катя Нет, подождите, но татуировка это ж на всю жизнь А вдруг я через пару лет с ней разведусь? Ну ничего страшного Всегда ж можно переделать на что-нибудь нейтральное Я не знаю, будете Катяра Я не хочу быть Катяра Я хочу, чтобы у меня осталась память о Юрмале Чтоб я не забыл это море, солнце, красивых девушек Тогда могу предложить вам вот Что это? Это крестик Я наколю его вам вот здесь на руке Чтобы вы не забыли это море, солнце и девушек У вас нормальное есть что-нибудь? Я не знаю, что в вашем понимании нормальное Ну что, русалку наколоть? Вот, русалку, давайте не глядя Вы знаете, здесь лучше посмотреть Боже, что это такое? Как что, русалка, полуженщина, полурыба Но в сказках рисуется наоборот Ну то сказки, а это жизнь Жизнь, говорите Что-то у вас какая-то Жизнь, говорите Что-то у вас какая-то пустая жизнь получается Ну а при чем здесь мы, да? Время просто сейчас такое Хочется сделать что-то великое Героическое для КВН А в жизни нет места подвигу Вот будь сейчас 20-й год Да гражданская война Да чтоб враги непременно нас в плен взяли Вот тогда б мы себя и проявили Светит незнакомый гражданин Светит лампой мне в лицо сурово Задает вопрос всего один Выдай командира Маслякова Я утру разбитое лицо Вскину гордые очки упрямо Гады неучливы одного Маслякова не сдают куряне Усманский отряд меня спасет Отнесет к ермольнику землянку Грустно хратьян произнесет Что ты напоследок хочешь, Санька? И загонит восемь лошадей Храбрый верник, верный другом дива Лайма прокричит ему Скорей! Он мечтал увидеть командира А когда очнусь, то пред собой Вдруг увижу я Кивина образ Вот, Санек, возьми, теперь он твой Скажет мне знакомый с детства голос Я скажу без зависти и лжи Глядя в добрые глаза кондива Отдайте лучше птицу Сангаджи Потому что он поет красиво ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Губернатор Чукотки Роман Абрамович От нечего делать купил себе вторник Уральские пельмени против гей-парада Именно 22 июля Как заявил их капитан Че нам теперь, разорваться, что ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Фигня какая-то АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Лоббака! Друзья, на этой сцене уральские пельмени Уже завивали несколько кивинов Их у нас 4 Андрей, я смотрю, у Александра Васильевича их 6 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, на табло 21-40 Счет 4-6 Начинаем! Маэстро Гонг Друзья, мы с вами из разных стран Но есть то, что нас всех объединяет Это наши воспоминания Вот вспомните, какая раньше была жевательная резинка Нет, нет Жевательная резинка раньше была одна на весь двор Жевали ее всем двором Пока она не становилась невкусной Потом можно было обмакнуть варенье И она опять становилась сладкой А цифры из сыра выковыривали? Вот А помните, раньше в СССР был период Когда водку невозможно было купить Так вот сейчас, в Латвии, после 10 вечера СССР Друзья, все это зависит от некоего НИИ Итак, коллеги В наш НИИ БУХ Научно-исследовательский институт безудержного употребления имени Хеннесси Поступила новая водка Именно от нашей рецензии будет зависеть, куда она пойдет В латвийские супермаркеты или в эстонские ларьки А простите, а как называется водочка? Паленушка Ларьки Ну, давайте не будем делать поспешных выводов И дадим слово кафедре упаковки и тары Пожалуйста Ну, что ж, коллеги, можно сказать Бутылка стандартная, 0,5 Что еще? Понтовость хорошая Бармена переброс Отличный Разливаемость универсальная На четыре стороны Так видно, нет? Да, видно Стадионопроносимость слабенькая Че ты? Давай, давай отсюда Че ты? Обороноспособность хорошая Я бы даже сказал, отличная Сейчас несколько банкетно-свадебных тестов Ага, ушлой клоунизм Хорошо Подбородочный тупизм Хорошо Эстафетопригодность Коля, 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 Коля Хорошо Локтевой гусаризм Так, на троечку Наконец Нагибной дебилизм Отличный дебилизм Ну, да Пригодность для лепки пельменей О, слабенькая такая Для игры в бутылочку Хорошо Подзора трудность Ярко выраженная Ну и, наконец Капитана флинтность Хорошая Все, я закончил, товарищи Да, браво Шикарный трезвый отчет Ну что ж, товарищи, приступим Непосредственно к дегустации Коллеги, а я предлагаю пройти В лабораторию засыпания в салатах Да, да Друзья, а помните, какие раньше песни были? Смотрите Смотрите Вот такие вот раньше были песни И послушать их собиралась вся семья Итак, друзья, специально для вас Необычная, обычная семья Че по ящику? Доски Хороший сериал О, сын пришел Это сын? Может и дочь Но она сын Ну иди Поговори с ним Ты же отец Что? За запах? Курил? А что? Давай-давай Нормально получается Ты что это? Курил? Говорю Да Давай-давай Пожжёще с ним Слышишь, сынок? Да Сын-то у нас большой стал Не то, что раньше Маленьким был А ещё раньше Вообще не было Я хочу вам рассказать о моей любви Я познакомился с ней случайно Зимним утром Ну, знаете, как это бывает Я выходил из ресторана А она Наступила мне на руку Так Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Её глаза блестели, как два блестящих глаза Мы пошли в кафе И именно там я услышал первый раз Вот эту песню Ну тихо, ну тихо. Песня у Битлз такая, ну не помню, ладно. С нашего столика открывался чудесный вид на других женщин. А потом я пошел за седний столик побарагозить, и она ждала, пока меня повели в туалет. Какого? Я вернулся, она читала мне свои стихи, а я ей надписи из общественного туалета. Ну а потом понеслось, наши губы встретились, а носы, естественно, сломались. Ну а потом я... Да. Потом я говорю, слушай, поехали ко мне, музыку послушаем, посмотрим там фотографии какие-то. И в конце концов она начала на меня обижаться, я говорю, в конце концов, ну что ты хочешь мне сказать? Я тебя пробиваю, я тебя хорбиваю, я все делаю. В общем, в тот день любовь снова ускользнула от меня. Но я не расстраиваюсь, я нашел новую. Мы с ней вместе уже, вы не поверите, 6 секунд, да. И мне кажется, это именно моя девушка. Какого? Странная штука, любовь. Друзья, друзья, я наконец-то понял, я понял, у вас в Латвии ничего не изменилось. Ничего не изменилось. У вас так же, как в детстве, приходится курить тайком. Да? Так же, как в юности, приходится носить пиво в пакетике. А вот эти старые фотоальбомы, старые, у каждого дома есть старый фотоальбом. Открываешь любой. На первых 10 страницах все аккуратно расклеено. А потом пачка фотографий. Типа потом вклею. Никогда не вклеите. А если все-таки будете вклеивать, добавьте еще одну. Уральские пельмени Юрмала 2006. Ой, да, в омут головой, да ты не трусь, я вернусь, пройду по дну. Да не утону, было бы святой, шел бы над водой, а так по дну. А сверху свет спасу нет, а тут внизу пил до камней. Ой, ноги сбил, нету сил, не стерпел, да заголосило все одно. Боже, но почем зря орать, пора расплевать. И для тебя, ой, да не держи, рули в кровь, душу воскуты. Москва Эпиграф Латыши депортировали, депортировали, да не вы депортировали. Встречайте, сборная Руден. Песня посвящается одному из членов жюри. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив, а где же борода? Люди в жюри сидят и улыбаются, нравится им КВН. И только Гусман сидит, удивляется, как это зал и без стен. Дамы и господа, впервые на Юрмальском фестивале в КВН в составе жюри Юлий Соломонович. Юлий Соломонович, наконец-то вам удалось доказать всем, и даже Александру Васильевичу, что вы сидели здесь в жюри до 40-го года. Дело в том, что у нашей команды есть 5 КВНов в разном, и ни одного КВНа в нужном. Именно поэтому в этом году мы решили провести некую работу над ошибками. Что? Начнем. В далеком 98-м году, когда КВНы еще выглядели вот так, нашей команде вручили КВНов светлым. Тогда для победы нам не хватило времени, чтобы отрепетировать этот номер. Встречайте, Шаинский, он и в Африке Шаинский. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Где рояль? Вот рояль, Феставр, замечательно. Скажите, пожалуйста, как вам удалось стать композитором? Ну, однажды я кормил крокодила, отвлекся и все. Но всем пальцем, всем я композитор и пошло-поехало. Это вожды 24, это вожды 24, этому не учат в третьем мире. Что сидела, да? Хлопая, все вместе, да? Так, 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 так. Успокойтесь, вы что, все песни такие дикие? Да нет, вы что? Вот следующая песенка. Рабство, рабство, ты куда ушло? Рабство, рабство, было хорошо. Как вам не стыдно? Что у вас подумают ваши родственники? Да ничего не подумают. Дабушка скушала дедушку. К счастью, ее оправдали. Хорошо, а что с другими родственниками? У них все чики-пуки. Где-то за городом очень недорого папу купил локомотив. А у вас есть что-нибудь актуальное и всеми узнаваемое? Самая актуальная песенка, которую я уверен, что все знают. А, я знаю эту песню. Да. Кто с доброй сказкой ходит в дом. Правильно. Молодец. Кто с детства каждому знаком. Правильно, да? МИ-РА-ТВОР-ЦИ МИ-РА-ТВОР-ЦИ Понятно, но детство у всех разное было, вы же понимаете. Ну да. Может, что-нибудь споете про фестиваль? Специально для вас. Снова много белых. Много белых щутят и смеются. А один голубый на районе пять минут играл. А в КВН не дружи. Чтоб все хотят, как добиться. Готовы друга потерять. Чтоб гиби получить. Все, 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 уходим, уходим. Куда? Что происходит? Уходите отсюда. Код 2002. Кевин в темном. Тогда для победы нашему выступлению не хватило армянского шарма. Отчарована, околдована, от комплименты на и отцелована, отверсачена, от дольча габанина. От ресторанина и, естественно, от шашлыча, от киношина и от попкорнина. На последнем ряду пираты Карибского моря два отсмотрена. От еселина, от мандельштамина, от мартинина. Но не до коньячина. До коньячина. Потом от лезгенина, от таксинина, в такси, от шампанина. От подъездина, от коридорина, от диванина и контрольный от коньячина. Обессилених, но от шенгененных. Обессилених, но от шенгененных. От союзанных, окольцованных и от заксованных, но вид на жительство все же получены. 2003 год. Малый Кивин в золотом. В тот год над командой навис злой рок. Встречайте, злой китайский рок! Здравствуйте! Здравствуйте, европейцы! Наша музыка, она о мире во всем мире. О будущем, в котором не будет межнациональных конфликтов. Потому что не будет разных национальностей. Все люди будут говорить на одном языке. В Китае уже все на нем говорят. Мы хотим, чтобы все люди в мире были как братья. Так сказать, поработимый. Побратимый. Побратимый. Понимаете? Не понимаете? Наша музыка, это не... Не рассказывай, они скоро сами все узнают. Край, приморский край. Китай. Фактически это Китай. В числе перспектив. Рижский залив. Рижский залив. Дай волю дай. Будут шпроты. Мейден Китай. Пекинский бальза. Все сделают так. Пекинский бальза. В китайское ядер. И держит снега. Пекинский бальза. Пекинский бальза. И накроет мир желтая вода. Гостям с востока запад вряд ли будет страх. Да и сам я не рад. Ведь я полным бурят. Не будайте нас. Олег Б husk. Вчера была в Санкт-петербурге. Санкт-петербург... Кань. Не достаточно и losses. Нам вновь достался Кевин в темном и малый Кевин в золотом. А уже в 2006 году в команде КВН Руден произошло знаменательное событие. Дорогие друзья, я всех поздравляю. Наконец-то в команде КВН Дружбы Народов появился Латыш. И я хочу знать, кто это. Ну что ж, начнем с тебя. Латыш? Индус? Латыш-индус? Индус-индус! Столица Латвии? Вильнюс! Молодцы! Хорошо, раз никто не признается, пускай Латыш сам поднимет руку. Ага! Что? Что ты мне показываешь? Там Латыш? Нет, я просто поднял руку. Ты поднял руку на Латыша? Нет, мне выйти надо. Зачем? Потерпи. Потом поешь. Хорошо. Раз никто не признается, сейчас мы вычисли его по мобильному телефону. Итак, Арарат, Ашот, Дозик, Кирилл, Латыш. Вызываемый абонент недоступен или находит... Я так и знал! Ага. Вы не дослушали. Так вот, он недоступен или находится в межроте. Хорошо, может быть, я ошибался. Возможно, это не латыш. Возможно, это латышка. Латыш! Стойте, так это что получается, что в этом году для победы нам не хватает латыша? Как это не хватает? Что, пожалуйста, латышки, пожалуйста, латышки, пожалуйста, латышки. Стоп! Поймите. Латыш, он и в Африке, и в Индии, и в Бурятии, и в Армении, и в Сирии латыш. А если на чистоту, то в нашей команде есть уже пять латышей. У нас есть пять латышей в разном. И ни одного латыша в нужном. В конце туннеля яркий свет слепой звезды. На всех газонах юрмалы оставим следы. Оставлю банку на песке, костер в лесу. Оставлю телефон в кафе. А может, я и сам останусь. Останусь телом на траве, коротким словом на стене. А я здесь в наглою останусь. Но-но-но-но-но-но-но-но-но-но. Уеду завтра я домой и попрощаюсь я с тобой. Но в генофонде я останусь. Осталось быть динозалим. Осталось быть у вас водим. Ведь здесь десятый раз втроем вас. Но-но-но-но-но-но. Это и сибирская тайга, и сибирское здоровье. И команда КВН Томского государственного университета «Максимум». Дамы и господа, команда КВН «Максимум» пересекала латвийскую границу вместе с Димой Биланом. Дамы и господа, команда КВН Томского государственного университета «Максимум». Дамы и господа, команда КВН Томского государственного университета «Максимум». Дамы и господа, команда КВН Томского государственного университета «Максимум». Это вы хотите победить? Да! Тише, тише. Команды КВН «Максимум»? Да! Тише, тише. Один миллион ватт? Сколько? Тише, тише. Меньше, меньше. Так, можно вас на секундочку? Сейчас, ребята. Скажите, пожалуйста, а есть какие-нибудь гарантии, что мы победим? Гарантии? Да. А гарантии есть? Конечно, есть. Хорошо, вот ваш один миллион ватт. Как говорят у нас в Латвии, вы нам латы, мы вам рады. Ну, собственно, спасибо, я пошел. Подождите, подождите, вы, собственно, кто? Кто я? Я миллионер из Долгофилса! Не знаю, обращали ли вы внимание, но по первому каналу до сих пор показывают программу «Пока все дома». А раз ее показывают, значит, это кому-то нужно. А приходите рано, никогда не поздно. Я Тимур Кизяков, и «Пока все дома» я у Николая Баскова. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Николай, расскажите о своих планах. Ну, в первую очередь, я сейчас собираюсь снять новый клип с Надеждой Бабкиной. И это будет хит, я надеюсь, потому что все мои песни хиты. И эта песня, она называется «Я люблю тебя, Россия». Ну, а пока очумелые ручки! Ну, наконец-то, я думал, не позовете, сижу. Вот, и клип, который мы собираемся сделать, он будет сниматься. Кстати, дорогие друзья, сегодня мы из обыкновенной пластиковой бутылки сделаем воронку и лукушка! И съемки клипа намечены на ноябрь. Николай, ты хоть поешь что-то? Так, мужики, стоп. Вы что, обнаглели? Вы у меня уже неделю живете. Неделю? И сегодня вновь воскресенье, мы вновь у Николая Баскова. Камера, стоп. Съемочная группа может быть свободна. А, сейчас, конечно. Вы знаете, по примеру иностранных аукционов, на которых продают вещи знаменитостей, у нас в России появился свой подобный аукцион. Итак, внимание, лот номер один. Пилотка Буйнова. Пилотка Буйнова. Начальная цена полторы тысячи рублей. Тысяча четыреста. Тысяча двести. Тысяча. Ха, восемьсот. Итак, восемьсот рублей. Раз, восемьсот. Два, восемьсот. Пятьсот. Пятьсот. Продано Буйнову. Браво. Мы продолжаем. Как известно, лучшее музыкальное училище в России — это училище имени Гнесиных. Туда очень трудно поступить, но еще труднее его закончить. Итак, деканат отчисления из Гнесинки. Ну что? Сейчас мы им задаем. Сейчас прописочим их. Вот этот приказ об отчислении. Плать-ка сюда. Итак, студенты Брагаус и Иванова, зайдите в деканат. Мы здесь, черный лорд. Мы здесь, черный лорд. Здравствуйте, уважаемые студенты. Напомните, пожалуйста, как вас зовут? Бешеный орк. А вас, извиняюсь за выражение, дама. Коза. Вы отчислены. Опа. А в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело? В том, что вы волосатые, грязные, немытые банки. Спасибо. В самом деле, ну, успокойтесь, успокойтесь, уважаемый вы наш преподаватель гитары. Не, ну, мы же хорошо учимся. Хорошо учитесь? Хорошо, тогда напомните, что вы приготовили на курсовую на третьем курсе. Не, не надо, не надо. Я вспомнил, я вспомнил. Не, ну, дайте нам еще один шанс. Хорошо, мы дадим вам последний шанс, но, честно говоря, я не знаю, что такого вы должны сделать, чтобы мы оставили вас в нашем училище. Ну, давай что-нибудь из модненького. Харк, харк, аллилуйя! Это кадром! Аллилуйя, это кадром! Хей, хей, это кадром! Аллилуйя, это кадром! Хей, хей, это кадром! Аллилуйя, это кадром! Хей, хей! Браво! 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 Рок жив! Мечта сбывается Ну а напоследок мы хотели бы еще раз напомнить, что наша команда приехала сюда за победу. Если спросят нас взяли где, Мы Кивина, а вы что подумали? Мы ответим, что подарил Александр Васильевич Юрмале. Я так ждал тебя, Юрмала, Киви, мечта моя, грустальная. Украду тебя, увезу, Ну и что же тут криминального? Малый Кевин в темном. Команда «Максимум Томск». Малый Кевин в темном. «Максимум Томск». Команда «Максимум Томск». Кинящий воздух казахских степей Привезли на Рижское взморье Представители следующей команды. Сборная Казахстана. Астана Кейзет. Амик. Александр Масляков и казахи Представляют. Привет, пистя, Зайзет Ольга! Говорят, что некрасиво, Некрасиво, некрасиво Оббивать Кивина У друзей своих. Это так, но мы казаки Беспринципны, беспринципны. Даже ритмы в песнях Игнорируем. Эй, чейте, бэби, я! Дамы и господа, Мы объявляем 7 минут казахской культуры. И сейчас песня. Ну как песня? Ну так, песня. Казахские акыны На Юрмальском пляже. Что видят, то поют. Отец, У каждого великого мастера Есть свой секрет. А какой у тебя секрет? Не отец, я тебе. Пой давай. Ходят люди Здесь по пляжу Кто-то ходит Голый даже Ой В море не идут Больно мелко тут Дорогие друзья, Песня продолжается. Вот и прыгнул Парень пьяный И поднялся Фонтан песчаный Ой Парня унесут Станет глубже тут И напоследок Песня Про латышских нефтяников На целом свете Мало кто знает Нас не бывает Нас не бывает Один раз Бог Сады цветут И весну любят Уважаемые друзья, Казахская культура безгранична К примеру, взять волынку Немногие знают, что волынку изобрели именно в Казахстане Когда один пастух делал овцы искусственное дыхание Представляете, да? Ладно, а теперь о главном Россия очень хорошо выступила на Евровидении Если даже Латвия 12 баллов поставила Или они финнов испугались Друзья, вот видите, некоторые страны отношения налаживают, а кто-то портит Итак, перед вами группа «Подъем» и «Корея» Ракету запускали Она вдруг взлетела Никто и не ожидал А кто это сделал? Понятно? Корея Белые напуганы Белые напуганы Санкции ведут Желтые довольные Все желтые довольные Артельно дадут Скорей, ракета, скорей возвращайся Но не домой Корея Уважаемые друзья, понимаю... Уважаемые друзья, понимаю, что тяжело, но продолжим разговор о казахской культуре Поэзия Сергею Звереву посвящается Уже плохо, ну давай Родила царица в ночь Снизу сына Сверху дочь Ана жерге барда Няк тусмесем Няк кемендер думам сендер Неге келесендер Извините, я его Грубо унизил Итак, друзья Перед вами песня из сериала Не родись, не в России Проходят дни, пролетают года А вокруг одни казахи Я уехать готов хоть куда Надоели бешбармаки Посмотри, посмотри ты по сторонам Кыргызстан и Узбекистан Пакистан и Афганистан Таджикистан И, конечно, Ирак, Ирак Я люблю тебя, Казахстан Прочитал Конституцию Литвы Но в жизни тоже много сказок Хорошо люди в Латвии живут И без нефти, и без газа Посмотри, посмотри ты со стороны По газонам нельзя ходить То, что курим, нельзя курить Алкоголь Ты не купишь здесь по ночам Я люблю тебя, Казахстан Я люблю тебя, Казахстан Браво! Спасибо, белый А сейчас тост Давным-давно Ну как давно? Вчера Мы сидели с командой в ресторане И долго думали За счет чего живет Латвия? Территория маленькая И полезных ископаем вроде нет И тут нам принесли счет И мы поняли, за счет чего живет Латвия Просто дело в том, что в Латвии приезжает очень много туристов И когда они там гуляют, там в кафешке, в ресторане находят же Они там Они там заказывают всякие блюда И им когда счет приносят Они просто эту разницу вот эту ловят И вот за счет этого страна живет И когда вот я Извините, просто у него сын родился, я поздравил Уважаемые друзья Вы знаете, Юрмала — это прекрасность Здесь такие прекрасные люди Наша команда приезжает сюда уже который год 2006 2006 год Суждена была нам встреча, Юрмала Мы друг другу скажем, просто как дело И в море с тобой будем вместе Сидеть и на лодной суды в кабинете Целый день я не буду шуметь Я люблю тебя, Юрмала, Юрмала Я тебя люблю Я люблю тебя, Юрмала, Юрмала Я тебя люблю Я люблю тебя, Юрмала Я люблю тебя, Юрмала Я люблю тебя, Юрмала Команда КВН «Пирамида» Город Владикавказ Дома нас всегда встречают А в Москве немного прижимают В Юрмале еще не знают А пока мы споем Команда Горная команда Сколько лет прошло А мы здесь первый раз Мы все вместе Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-э Ла-ла-ла-ла-ла-ла-э Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-э Соскучились, а? Ну и что мы могли привезти с собой из Осетии? Естественно, только эксклюзивные вещи Итак, музыкальные шахматы Ходи И Выйду ночью в поле С конем Вдвоем с конем Вот так! И Куда идем мы королем? Большой-большой секрет Но не расскажем и о нем О нет, Е2, Е3! Первый ход королем Оп! Ха! Выйду ночью в поле Сверзем Вдвоем сверзем Сверзем на печку Хоу! Коровки на коруки В этой песне поется о том Как слоны защищали своего короля Слоном индийская защита Опа! Йоу! Юшенко Да! Это наш президент Йоу! Смотри! Переворот Аааа! Первый ход Вах, мэра мамшери, удироси са самбай эстери. Не понял. Вай, чито грито, чито бакарито. Ааа, выводи свои фигуры с моей территории. Я чё, проиграл? Ну не совсем. Второе место. Дамы и господа, теперь сенсация. По просьбам миллионов. Да что там миллионов, тысяч людей. В Осетии сняли продолжение культового сериала «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом в главной роли. Он пришёл, чтобы спасти всё. Отличный ветер. Солнце светит в тёплый глаз. Эй ты, урод! Это он кому-то из вас. Вася. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я разберусь. Что ты сказал, грязный частюля? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы знаете, здесь в Латвии все ребята с нашей команды влюбились в одну и ту же девушку. И вот оно, долгожданное первое свидание. Так, чей серый Бентли стоит на входе, а всем мешает. Отгоните! Сейчас, секундочку, Бентли отгоню и вернусь. А, все, отъехало, нормально. Не обращайте внимания, вы же такая красивая. Так, стоп, ребята. Я буду дружить с вашей командой, только если вы выиграете Кевина в золотом. Что она сказала? Она бросила нас. Видите ли, Кевин в светлом ее не устраивает. Большой? Любой. Ну и иди, что на свете больше нету красивых женщин. Свободных нету. Ну, а сейчас мы вам споем финальную песню. Так, стоп. Вы знаете, что нам не нравится в Юрмале? Команды приезжают, берут готовую песню, просто переделывают слова и поют. Мы сочинили свою песню и только потом специально для Юрмалы переделали. Итак. Латыши, как птицы, они везде. Латыши, красавцы, лучшие на земле. Юрмала, ты лучше всех. Юрмала, планеты цвет. А? Вот эта переделанная песня, а теперь оригинал. Осетины, как птицы, они везде. Осетины, красавцы, лучшие на земле. Осетия, ты лучше всех. Осетия, планеты цвет. Юрмала, вы любите нас! Узнав, что в этом году главным тренером сборной Латвии по хоккею стал челябинец Олег Знарок, мы сделали вывод, что челябинцам в этом году прет. Латыши, яркий свет, всюду дамы, но о них думают рано. Каждый здесь твердо знает, каждый понимает, что он отдыхает. Юрмала гуляет. Ну тоже, еще раз добрый вечер, уважаемые дамы и господа. И в ближайшие 10 минут мы с удовольствием будем отвечать на письма, которые приходят в адрес нашего фестиваля. И вот у меня в руках первое письмо. Здравствуйте, мой папа просто помешан на творчестве Лаймы Вайкули. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Лайма Сидоров, 9 лет. Ну, а в следующем письме люди интересуются творческой судьбой победителей Евровидения. Дорогие друзья, не волнуйтесь, сразу же по приезду в Финляндию группу Лорди перезахоронили. А за помощь фестивалю мы благодарим мороженое «Кто убил Кеннеди». Кто убил Кеннеди, спрашивайте во всех магазинах города. Ну, а следующее письмо пришло к нам с сайта OneLV. Люди просят познакомить поближе с творчеством группы «Фактор-2». Сейчас ребята из группы «Фактор-2» собирают стадионы, хотя, согласно их дипломам, они должны были их строить. Но, как мы знаем, ребят тоже не все устраивает. Итак, на сцене нашего фестиваля группа «Фактор-2» со своим криком души. Все-все-все-все-все-все-все-все-все-все, все-все-все-все-все. Расписаны на год концерты в ДК и ПТУ. Но капают в карман проценты. Я больше не могу... Поём мы, что продюсер влекажет, А хочется нам петь. Не прошало и директорам школ, И неправлег, и пацанов, А правесту и силую любовь, Но калаем лишь вновь. Про пацанов. Повторим, а у нас свежая новость. Установлено, что в монгольских киндер-сюрпризах Всегда одна и та же игрушка — желток. Ну и, естественно, какой же фестиваль обходится беспочётных гостей? Я с удовольствием предоставляю слово ведущему программы «Наше кино» Евгению Соболеву. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях известнейшие представители российского кинематографа. Это Никита Сергеевич Михалков. Добрый вечер, дорогие друзья. И Сергей Безруков. Доброго дня, братцы. Доброго дня всем. Ну что ж, первый вопрос. Что вы думаете о современном российском кинематографе? Вы знаете, когда я играл царя... Когда я играл бога... Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сергей, вот вы сказали, что вы играли бога. Как вам удалось... Братцы, ребятушки мои, ребятушки. Понимаете, мне было очень сложно играть бога. Ведь я его никогда не видел. В этом плане богу гораздо проще было бы сыграть меня. Понимаете? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, Никита Сергеевич, вопрос к вам. Не надо мне вопросов. Вы знаете, вообще... 18-й Михалковский кинофестиваль... Московский. Ну, Московский. Знаете, очень похож на ваш Юрмальский Кивинофестиваль. Вот только есть одно отличие. У вас в жюри просятся, а у меня отказываются. Знаете, вам? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, нет-нет-нет. Что нет? Не знаю. Вот и никто не знает. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сергей, немножко нескромный вопрос. Сколько стоил ваш съемочный день в фильме «Поцелуй бабочки»? Братцы, репортерушки вы мои, папарацушки вы мои. Сколько можно отвечать на этот вопрос, понимаете? Я работаю за идею. А идея у меня одна. Купить остров Сергей, а что вас вообще привело сюда, в Латвию? Братцы, я Я специально приехал в Юрмал Чтобы увидеть лайму в Вайкуле Вы знаете, я просто обожаю ее песни Эти знаменитые Ахвернисаж, Ахвернисаж Скрипач на крыше Все бегут, бегут Страна Лимония Вот это все, это же Исаул, Исаул Да, да, да Сергей, а у вас есть мечта? Конечно, конечно, у меня есть мечта Я мечтаю выйти на рассвете Замахнуть стакан русской водки Пробежаться босиком по траве И громко так во все горло крикнуть Братцы Хорошо так как И тут Страф По газонам 50 лат Пьяные 100 лат Ночью кричишь 200 лат Вот и посчитай, сколько тебе нужно будет бабочек поцеловать Чтобы так гульнуть здесь Да, 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 да Ну что же, а вот еще одно письмо Почему за 11 лет музыкального фестиваля в Юрмале Александр Васильевич еще ни разу не поучаствовал ни в одном музыкальном номере Что ж, давайте сейчас все вместе это и исправим Помнишь, Латвия, как жили мы с тобой По талонам, но зато без всяких виз Вместе были мы тогда одной шестой Для окна в Европу устроили карниз Секса не было тогда в СССР Заменялся он ремонтом Шигулей За пятерки покупали нам мопед С гордой надписью на бакере гостей И латышки ради цифра 1-0-3 Вызывали мы случайно за варет А в походах на всю громкость как могли Мы всегда включали твой приемник В А потом мы пели всей большой страной Про маэстро, что сидит в восьмом ряду Помнишь, Латвия, дружили мы с тобой Дай Бог памяти в каком-то году